Всем привет! Это новости телепроекта Дом-2 на 6 дней раньше эфира. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новое видео. Бывшая участница Анна Белякова сообщила, то, о чем она узнала, не дает ей покоя. Возможно, для многих это не окажется новостью. Вот что сообщила Аня. Те песни, которые поет Илья Ябаров, принадлежат известному шансонье Аркадию Кобякову. Девушка сообщила, что-то не верится мне, что перед смертью известный автор и композитор взял и подарил великому преемнику свою песню. Аркадия не стала 19 сентября 2015 года, а Ябаров оказался вором чужих композиций. На «Острове любви» нет ни одной пары, а до финала меньше двух недель. Кто с кем объединиться ради миллиона, пока неизвестно. Ребята вылетают в Москву 25 октября. Кто с чем вернется, скоро узнаем. Мексика поделилась, что они с Сашей расстались, потому что он решил создать фиктивную пару с Юлией, чтобы выиграть миллион. Он думал, что Ваня меня номинирует служанки, но Ваня не стал, так как верит в мои чувства к Саше. Конечно, я знаю, что у Саши тоже есть чувства ко мне, но как этот поступок оправдать, я теперь не знаю. А вот Алиса Огородова решилась на отчаянный шаг, который ей позволит не только победить в первом сезоне «Острова любви», но и заполучить Ивана Барзикова. Многие помнят, что как только шоу стартовало, Алиса была первой девушкой, с которой Ваня объявил себя парой. Однако долго их отношения не продлились, но Алиса решила не сдаваться и бороться за Ваню до конца. И именно сейчас, по ее мнению, настало самое лучшее время, чтобы вернуть его обратно. Но для этого девушка решила воспользоваться маленькой хитростью. Она вдруг заявила, что в свое время у нее с Барзиковым был незащищенный секс, а несколько дней назад она почувствовала себя плохо. Все симптомы говорят о том, что она может быть в положении, что очень золновало парня, и он начал просить подтверждения беременности. Ваня сразу сказал, что если девушка действительно ждет малыша, то он никогда не бросит своего ребенка. И вот теперь Алиса самым неожиданным образом может выйти в финал и побороться за первое место. И только потом можно будет разбираться, есть ли беременность или же она все придумала. Катя Каффман, которая сейчас находится на поляне, решила вспомнить своих бывших любовников, Ивана Барзикова и Сашу Задойного, и сравнить их, кто лучше. Девушка рассказала, конечно, Барзиков вне конкуренции, от него исходят мощные флюиды секса. А вот Саша такой спокойный, аморфный, безинициативный. В тот момент, когда у нас с Сашей была близость, я заснула. Костя Иванов сообщил интересную новость. Андрей Чуев сдержал свое слово. Я получил свои проценты и дал Андрею еще один миллион. Бизнес идет. Дома стоят, я был на стройке. Работа кипит, но немного задержались стройки. Задержка произошла из-за того, что Андрей нашел более качественные материалы. А я, в свою очередь, уже получаю проценты. Правда, попросил еще миллион. Я не стал отказывать, дал ему второй миллион. Теперь я буду получать проценты и со второго вложения. Чуев держит свое слово. Снова о Косте. Вчера на проекте было жесткое лобное. Костя начал обвинять свою девушку в том, что она никчемная мать. Напомню, что позавчера Александра привезла на проект свою маленькую дочь и маму. Константину, видимо, хватило этих пару дней, чтобы сделать выводы о том, что Гозиас – ужасная мать. На лобном парень начал к ней цепляться и выискивать различные недочеты. Александра сообщила, что это просто ужас. Я не ожидала такого. У меня все вовремя. Все сыты, все рады. А по итогу я в слезах. А какая на самом деле Саша Гозиас – мать? Мы это сможем оценить в ближайших эфирах. На сегодня это все новости Дома 2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале. Ставьте лайк и оставляйте комментарии.